Поймите, пожалуйста, что я не волшебная фея, я не превращу вас касанием волшебной палочки в гениального консультанта. Вы должны работать сами, вам нужно выполнять задания, потому что то, что я вам пообещала, те результаты, это только верхушка айсберга. Для того, чтобы эти результаты были в вашей жизни, вот нижняя часть айсберга, вам нужно очень много работать, это как айсберг, который вы видите на картинке. Ваш результат – это пингвины, которые ходят сверху, все остальное внизу – огромная глыба, это ваша упорная работа день за днем, только ваша упорная работа поможет вам начать работать дома и стать консультантом. И вот тоже, как на этой пиробиде нарисовано, видимая часть ваш успех, деньги, которые вы зарабатываете, признание и уважение – это малая часть того труда, той невидимой части пирамиды, на которой строится ваш успех. Нужно и терпение, и усердие, и ошибки будут, и шишки, нужно учиться, нужна самодисциплина нам. Поэтому, пожалуйста, работайте целенаправленно и работайте с полной самоотдачей. Это не тренинг, где я учу неорганизованных мам себя организовать. Я подразумеваю то, что вы уже усердные, упорные, вы знаете, что такое самодисциплина, вы стараетесь привести себя в порядок. Поэтому я уговаривать вас не буду, я прошу, чтобы вы работали с полной самоотдачей. Если хотите, чтобы подкова приносила удачу, нужно пахать как лошадь. Это правда, дорогие мои. Поэтому трудитесь на все 100, даже на 200%, тогда вы получите результат. И хочу немножко вам рассказать более детально мою историю, историю моего проекта, мою историю как эксперта, чтобы вы больше понимали, как происходило мое развитие и мой рост. На самом деле я работаю с женщинами и девушками с 2000 года. То есть уже по сути 14 лет я работаю с женщинами. Дело в том, что, как вы знаете, я человек верующий, я с 14 лет ходила в церковь. И когда подросла, у нас много проходило там женских групп. Я проводила группы для девушек сначала, потом группы для молодых жен, потом группы для молодых мам. То есть у нас постоянно было такое общение, я постоянно что-то устраивала, чему-то учила, что-то организовывала. Как вы уже знаете, зимой 2010 года, когда, значит, быт меня накрыл тазиком, потом я начала вылазить из этого всего. Я задумала флаймаму. И в конце 2010 года я купила домен flymama.info и стала думать над открытием своего сайта, стала планировать, стала придумывать вот все для своего проекта. И 1 апреля 2011 года официально был открыт сайт. Летом 2011 года, когда я только начала работать, я уже провела свой первый живой семинар о системе 5 шагов к порядку с детьми. Сначала было 5 у меня шагов, не 6, а 5. Осенью 2011 года я выиграла грант от компании HERA, это европейская компания, которая дает гранты для женщин-предпринимательниц Восточной Европы. И благодаря денежному гранту от компании HERA я смогла напечатать свой первый календарь «Порядок в доме», напечатать, продать, получить прибыль. Но в основном самое главное, что было для меня в этом гранте, что в меня кто-то поверил, поверил настолько, что дал мне деньги для того, чтобы я могла делать свое дело. Это был такой важный этап для меня. Весной 2012 года я впервые провела свой первый онлайн семинар. Это был источник сил для уставшей мамы, мой первый. И увидела, насколько это эффективно и для обучения людей, и для заработка, и для работы над моим материалом. И с весны 2012 года я полностью перешла на работу на себя. До этого я работала дизайнером полиграфии, брала заказы, работала не на себя, а на кого-то, но работала удаленно. А после проведения первого онлайн семинара я полностью перешла на работу для проекта Flymama. Весной 2013 года, совершенно неожиданно для меня, когда я хотела праздновать два года моего проекта, я узнала, что у меня украли имя Flymama. Как вы знаете, у меня есть недобросовестные конкуренты из Санкт-Петербурга. Они через год после появления моего проекта зарегистрировали похожий домен, создали сайт, который на грани смешения по темам. Я о них знала, но я не думала даже о том, что они могут так агрессивно себя повести. А они оформили на себя торговую марку в России, пока еще я этого сделать не успела. И потом закрыли все сайты с похожим именем Flymama и мне тоже прислали претензии, чтобы я закрывалась, чтобы я прекращала полностью свою работу, удаляла все свои группы в социальных сетях, на ютубе. Такой это был удар для меня, но благодаря этому все-таки я нашла возможности, как развиваться, я стала больше позиционировать себя как Свету Гончарову, как эксперта по семейному тайм-менеджменту. Все наконец-то узнали, что я не работаю в каком-то проекте Flymama, а что я создала проект Flymama, что Flymama это я. Благодаря моим замечательным юристам из Украины я смогла вернуть себе право пользоваться именем Flymama. На Украине у меня оформлена торговая марка Flymama, поэтому уже сейчас никто не может меня заставить перестать работать над этим именем. Ну вот у меня такой момент в моей истории был, очень полезный кстати. Осенью 2013 года я участвовала в конкурсе «Предпринимательский талант Украины» и выиграла в двух номинациях в этом конкурсе, тоже это было очень приятно. Зимой 2014 года я написала и мы издали книгу «Семь заповедей организованной мамы» благодаря компании IPS, Ицхак Пентасевич Систем и благодаря Ицхаку вышла эта первая моя книга. Осенью 2014 года вышла моя вторая книга «Источник сил для уставшей мамы» и вот совсем недавно в феврале 2015 года впервые меня пригласила компания IPS провести онлайн проект совместно с ними, он называется «Организованная мама». Он сейчас идет параллельно с этим тренингом и для меня тоже это большое признание было, потому что меня захотели продавать. Меня как тренера захотела продавать крупная одна из лучших тренинговых компаний Ицхака Пентасевича. Вот вкратце так выглядит моя история развития и хочу поделиться с вами моими главными выводами за 4 года работы. Выводы эти о себе, о людях и о деньгах. О себе. Я поняла, что сначала мне нужно всегда наполнять себя и только тогда я смогу отдавать другим. Если у меня нет побед в моей жизни, если я не веду здоровый образ жизни, если у меня проблемы в моей семье, я не могу в моей работе ничего дать людям, поэтому в первую очередь я концентрируюсь на том, чтобы все было хорошо у меня дома, у меня самой, чтобы я росла, развивалась, тогда я могу служить и помогать людям. И другой момент интересный о себе. Я поняла, что мне одновременно с этим не нужно быть идеальной и всемогущей для того, чтобы помогать людям. Потому что когда я впервые провела свой семинар онлайн, это был 2012 год, я когда работала с людьми, я поняла, что я так мало знаю, я так мало понимаю, у людей столько проблем. Но тем не менее, даже те небольшие знания, то небольшое участие, которое я могла дать им тогда, оно повлияло на их жизни очень сильно. Например, сейчас у меня есть моя замечательная помощница Вика Делебис, которая тоже будет с вами работать в группе обратной связи, она тоже будет консультантом скоро. Она пришла на этот вебинар, на первый мой, она его прошла и он полностью перевернул ее жизнь, это был старт для нее к порядку в ее жизни. Хотя в принципе все было не так идеально, как могло бы быть. Я работала не так идеально, я вообще не знала, как с людьми работать. Но тем не менее, я уже могла помогать людям и вы можете, даже не будучи супер экспертами, не будучи супер идеальными, вы уже можете сделать вклад в жизни людей. Вывод о людях очень важный. Первый. Вы сможете помочь человеку, только если он сам этого хочет. Вы не можете спасать людей без запроса. Если люди не хотят, чтобы вы им помогли, вы ничего не сделаете. То есть человек должен сам к вам прийти, должен захотеть, должен сказать, научи меня, помоги мне. По-другому никак не получится. И еще интересный вывод. Люди хотят очень перемен к лучшему, но ничего не хотят для этого делать. То есть в основном люди в принципе знают, какие проблемы у них в жизни, но они ничего не делают для того, чтобы что-то изменить. И ваша задача как тренера, как эксперта как раз понять, как заставить их действовать, как помочь им действовать, как дать им волшебный пинок, чтобы в их жизнях начали происходить перемены. И еще один вывод о деньгах. Очень важный момент. Деньги в нашей работе. Вот. Я поняла для себя, что деньги – это ценный ресурс, который помогает людям меняться, который помогает мне менять этот мир. Я боялась денег, я боялась просить деньги за свою работу, я боялась ставить какую-то там, хоть какую-то цену за свои услуги. Вот. Я сомневалась на этот счет все время, я стеснялась. Вот. Но то, что я поняла, это то, что если люди платят мне деньги, они готовы меняться, они готовы работать над собой, они готовы выполнять задания, быть более ответственными. Я поняла, что деньги нужны мне для того, чтобы помогать людям больше, лучше и дольше. То есть, если я могу поддерживать себя, свою семью, свою жизнь, могу жить на деньги, которые я зарабатываю, я могу с полной отдачей работать, чтобы помогать людям. Поэтому деньги для меня – это ресурс, который мне помогает изменять мир к лучшему. Вот такие вот основные выводы, мы будем детально их разбирать, чтобы в общем вы поняли, как выглядят мои выводы по моей работе за эти четыре года. И, дорогие мои, если вы хотите стать экспертом, который на самом деле помогает, вот что вам нужно. Вам нужно, во-первых, любить то, чему вы будете учить, потому что успех и деньги, они не придут моментально. Но если вы будете искренне любить ваше послание, искренне любить вашу тему, вы будете ей заниматься без проблем, очень долго, без остановки. Дальше вам нужно любить людей и быть доброй к ним, а это не всегда легко. Особенно, если вы работаете в интернете, особенно, если вы работаете с нервными мамами, поверьте, вы узнаете очень много всего плохого о темной стороне личности людей разных. И людей нужно любить, людям нужно сострадать, даже когда они вас не понимают, когда они вас упрекают, когда они поучают вас, вот этого будет много. Если у вас будет сердце, которое будет сострадать людям, с которыми вы работаете, вы сможете им помогать. Дальше. Нужно быть готовой открываться до конца и выкладываться на 200%. Та энергия, которую вы вкладываете в ваши семинары, в ваше общение с людьми, когда вы выслушиваете проблемы людей, когда вы пропускаете их через себя, когда вы пытаетесь так подать материал, чтобы люди вас услышали, чтобы это было им понятно и они могли применить этот материал, очень много энергии на это уходит. Если вы хотите работать в полсилы и оставлять чего-то там для себя, не получится. Например, подкаст, который сейчас я вам записываю, я записываю в 5 утра, потому что просто другого времени у меня нет. То есть я забираю у себя, чтобы дать вам, чтобы как можно лучше послужить вам, если вы не готовы выкладываться полностью. У вас не получится быть экспертом, который на самом деле помогает. Вы знаете, когда я смотрю, как работает на тренингах Ицхак Пентасевич, например, он выкладывается на 200%. После тренинга он практически даже иногда говорить не может, потому что 2-3-4-5 дней подряд он говорит с утра до вечера. Причем это все эмоционально, интересно, он вникает в проблемы людей, я считаю, что так должен работать настоящий тренер. То есть вы выкладываетесь полностью, не оставляя ничего для себя. Конечно, нужно уметь восстанавливаться, нужно находить ресурсы для работы, но когда вы работаете, вы открываетесь полностью, тогда вы можете помогать. 3. Нужно учиться и работать над собой без остановки. Если вы не растете, ваши ученики тоже не будут расти, поэтому вам тоже нужно учиться, тоже нужно расти. Обязательно нужно вести здоровый образ жизни. Опять же очень много ресурсов требует работа с людьми, чтобы она была эффективной, чтобы вы на самом деле могли им помогать. Поэтому вам нужно очень много здоровья, проблемы людей и работа с людьми будет жрать очень много ваших ресурсов. Поэтому прямо сейчас вычеркиваем все вредные привычки, начинаем вести здоровый образ жизни потихоньку, будем об этом говорить тоже детально. Без этого вы никуда не продвинетесь без энергии и здоровья. Также вам нужна поддержка вашей семьи. Если ваша семья вас поддерживает, вы можете отдавать другим людям, вне семьи. И нужно страстно желать изменить этот мир, не меньше, дорогие мои. Я хочу изменить этот мир к лучшему. Я хочу, чтобы семьи стали более счастливыми, чтобы женщины были организованными, чтобы они могли много любви отдавать своим детям и мужьям. Я верю, что это изменит каждую семью, изменит общество, изменит страну и изменит мир в конечном счете. Поэтому моя цель как раз изменить мир к лучшему. И ваша цель должна быть точно такая же. Я очень прошу вас, начинайте действовать. Ваша успешная работа зависит от вас и от Бога. Бог будет вас благословлять, если вы будете упорно работать. Я не знаю, говорил ли это Вилл Смит, что существует два типа людей, которые всегда собираются что-то сделать и те, которые берут и делают, но я полностью согласна с этой фразой. Прекратите собираться что-то сделать, берите и делайте.